Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Беженцам из Донбасса предоставят бесплатную юридическую помощь. В четверг в республиканской столице для 570 учащихся школ Черкеска пройдет общегородской выпускной. Сумая Салпагарова из села Терезы Малокарачаевского района получила на ЭГЭ по химии высший бал. И в год столетия Карачаева Черкесии на московском бульваре в парке Чистые пруды открылась фотовыставка о нашей республике. Далее об этих и других событиях. Накануне знаменательной даты 22 июня Дня памяти и скорби свое обращение жителям республики направили первые лица глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов. В тексте, в частности, говорится «81 годы минул с тех пор, как началась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, принесла горе каждой семье, оставила после себя разрушенные города и поселки. Сегодня мы вновь вспоминаем подвиг нашего великого народа. Каждый погибший фронтовик, каждая замученная душа в застенках концлагеря, каждый умерший в блокадном Ленинграде должен жить в памяти новых поколений. И пока мы помним, мы будем сильны, так было во все времена. Наша страна победила коричневую чуму, правда восторжествовала. Но, к сожалению, мир не избавился от идеологии, проповедующих фашизм и национализм. И сегодня мы являемся свидетелями, как в соседних государствах пытаются обесценить мир, добытый таким трудом, и исказить историческую правду, которую мы и впредь будем отстаивать во имя наших детей, их мирного будущего и в память обо всех погибших в Великую Отечественную войну. В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения жителям Карачаева-Чикеси, которые внесли свой вклад в победу. Более 15 тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. 37 выходцев из республики удостоены звания Героя Советского Союза, Героев России, а также стали полными кавалерами Ордена Славы. Низкий поклон здравствующим фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто приближал День Великой Победы. Вечная память невернувшимся с полей сражений. Закончился текст обращения первых лиц республики. Беженцам из Донбасса предоставят бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро. Карачаева-Чикесия стала первым регионом на юге страны, в котором лица, покинувшие Донецкую и Луганскую народные республики и получившие временное убежище в России, могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в государственном учреждении, в республиканском юридическом бюро. Рассчитывать на юридическую поддержку могут также лица, претендующие на признание их вынужденными переселенцами и граждане, ходатайствующие о признании беженцами и члены их семей. Это стало возможным благодаря решению депутатов парламента республики внести изменения в статью регионального закона о некоторых вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Карачаево-Чикесии. В ауле Хабе с полным ходом продолжаются ремонтные дорожные работы. Скоро на 5-километровом участке автотрассы Черкес-Кархыз будет обновленная дорога. Существовала острая необходимость ремонта данного объекта. Во-первых, он проходит по центральной улице районного центра, где расположены социально значимые объекты. А во-вторых, ведет к популярным курортам республики. К тому же теперь она станет шире. Улучшение идет по самым современным стандартам в несколько этапов. Снятие старого покрытия, реконструкция дренажной системы, работа с грунтовым слоем и нанесение асфальта. Сейчас специалисты усиливают так называемую дорожную одежду. После реконструкции новый участок трассы прослужит дольше за счет особенностей щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы планируются завершить к 1 сентября текущего года. Очередная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию столетия образования республики, развернется в ауле Кошхабль хабесского муниципального образования. Она состоится в пятницу 24 июня с 8 часов утра на территории Дома культуры. Пройдет и концертная программа с участием творческих коллективов района. Следующая ярмарка запланирована в ауле Учкулан Карачаевского муниципального района 16 июля. В пятницу 24 июня партия «Единая Россия» и Ассоциация юристов страны проведут всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Оказание гражданам юрпомощи востребовано и поэтому уже стало традицией. Такие тематические приемы проводятся несколько раз в год, рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Обращение жителей рассмотрят депутаты, адвокаты, профессиональные юристы. Проводят подобные приемы граждан, где помогают и оказывают юридическую помощь бесплатную несколько раз в год. За это время уже десятки людей в нашей республике получили бесплатную юридическую помощь. Жители приходят с самыми разными вопросами. Это выплаты пособий детям, представителям старшего поколения, оформление пенсии, выплаты алиментов, приходят с вопросами, касающимися трудовых прав, разъяснением норм социального обеспечения и рядом других. Стоит отметить, что все поступившие обращения тщательно рассматриваются профессиональными юристами и людям оказывается действие в решении проблем. Прием граждан будет проходить по адресу в городе Черкесске, проспект Ленина, 154, с 10 часов до 13 часов дня. Записаться можно на прием, лично обратившись в региональную общественную приемную по этому адресу или позвонив по номеру телефона в Черкесске, 20 12 12. Сумая Салпагарова, выпускница 5-й школы села Терезе Малакарачаевского района, получила на ЕГЭ по химии высший балл. Она неоднократно становилась победителем и призером муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Сумая стремится расширить и углубить знания по химии и биологии, умеет самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. Она в будущем готовится стать врачом, продолжая традиции семьи. В четверг, 23 июня, в республиканской столице для 570 учащихся школ Черкеска пройдет общегородской выпускной. Для тех, кто в этом году прощается со школой, подготовлена праздничная программа, в том числе с участием звезд Северного Кавказа, зрелищное шоу на Большом пруду, парка культуры и отдыха «Зеленый остров» и многое другое. Черкесский театр имени Мухарбека Акова подготовил для выпускников спектакль «Алые паруса», примера которого уже составилась в республиканской столице. Картина пришлась зрителям по душе, рассказала директор театра Дина Акова. «Алые паруса» — это повесть, которую каждый должен прочитать еще в юном возрасте. И решение поставить спектакль по произведению, ну, пожалуй, одного из романтичных писателей классической литературы Александра Грина было принято совместно с нашим драматургом Зурабом Бимузовым и режиссером-постановщиком Анзором Емкужевым. Хочу отметить, что с драматургом Зурабом Бимузовым наш театр работает не первый год, и все его пьесы, что на русском, что на черкесском языке, имеют огромный успех не только в нашей республике, но и за пределами. Также хочу отметить, что режиссер-постановщик из Кабаризнобалкарии Анзор Емкужев работает с нашим театром не первый год и не первый раз. Это его четвертый спектакль в нашем театре, и спектакли, поставленные режиссером-постановщиком Емкужевым, участвуют во многих театральных фестивалях. Мы выступаем с этими спектаклями в различных регионах и получаем немало наград. Я хочу сказать, что для этого спектакля мы приглашали хореографа, потом, как спектакль поставлен в виде музыкального спектакля, мюзикл. Приглашали хореографа, который работал с нашими артистами в течение двух и более недель, каждый день. Также для этого спектакля были записаны специально песни авторские, которые наши артисты записывали в профессиональной студии с профессиональным аранжировщиком. В год столетия Карачаев-Очкиси на Московском бульваре в парке Чистые пруды открылась фотовыставка о нашей республике, на которой представлены более 150 фотографий. Это, в частности, архивные кадры, хранящиеся в историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой. Уникальные работы известного фотографа Дмитрия Ермакова, который начал свою работу еще в 1860-е годы, и снимки современных фотографов республики. Все это познакомит гостей и жителей Москвы с историей Карачаева-Очкиси, ее природным многообразием и выдающимися уроженцами республики, среди которых герои СССР и России, герои труда, деятели культуры и искусств, труженики и все те, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики. Выставка продлится до 3 июля. В республике стартовал региональный этап проекта «Золотые имена народа в России», направленный на выявление и поддержку представителей разных национальностей, проживающих в стране. Стать участником может хранитель традиций своего народа, который внес весомый профессиональный вклад в развитие своего региона и страны. На региональном этапе проводится отбор одной кандидатуры от Карачаева-Черкесии. В дальнейшем он же примет участие в федеральном этапе. Прием заявок осуществляется до 1 сентября текущего года. С 1 по 3 июля текущего года на Софийское поляне Архиза состоится открытый чемпионат Карачаева-Черкесии по ловле рыбы спиннингом с берега, посвященном столетию образования республики. Информацию комментирует директор Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии Сергей Бугаев. На данный момент на соревнованиях зарегистрировано 28 спортсменов и 10 судей. Спортсмены из городов Краснодар, Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Сентуки, Черкесск и Владикавказ. Но регистрация еще не закрыта предварительная, поэтому спортсмены еще будут регистрироваться. Судейский состав уже скомплектован. Соревнование пройдет в дисциплине спиннинг с берега с запуском рыбы в водоем. Запускаться будет прудовая форель, так называемая радужная форель. И ловиться она будет по принципу, конечно же, поймал-отпусти. С крючками безбородыми, с наличием подсаков и так далее. То есть по всем правилам рыболовного спорта. Соревнование пройдет в два тура, в два дня, каждый день по четыре периода. Продолжительность периодов по 45 минут. Все это, конечно, будет очень зрелищно, интересно, для начинающих познавательно. Так что новичкам советую приезжать, посмотреть. Для того, чтобы узнать подробности о этом соревновании, можно зайти на страничку ВКонтакте, которая называется Форум Федерации Рыболовного Спорта КЧР. Или на другой ресурс, который называется Ахтуба. Подробности можно узнать также по телефону 8-906-445-49-37 или 8-988-912-75-55. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, на базе дельтадрома Южный в Усть-Джигуте состоится чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов по сверхлегкой авиации. Мероприятие пройдет с 23 по 26 июня в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии. Это будет красочное и зрелищное мероприятие. В чемпионате примут участие порядка пяти десятков спортсменов. Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать полетать на параплане в тандеме с инструктором. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 11,16, а в республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. И штормовое предупреждение. В течение суток 22 и 23 июня местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сель и малого объема. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин